Великобритания подтвердила, что намерена отправить в Румынию реактивные истребители. Тем временем США перебросят в Польшу военнослужащих, танки и артиллерию. Всё это — часть самого масштабного со времён Холодной войны наращивания сил НАТО на границах России. Вот что по этому поводу заявил генеральный секретарь Альянса на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Мы направляем четыре батальона в восточное государство Альянса, в страны Балтии и Польшу. Мы нарастили численность сил быстрого реагирования. Всё это — оборонительные меры. Политолог Том Юстолсон обеспокоен этими решениями. Он полагает, что НАТО следовало бы сосредоточиться на борьбе с терроризмом. То, что НАТО дислоцирует войска вокруг европейской части России, в Польше, в странах Балтии и так далее, — это тревожный знак. Мне кажется, что за этим не последует акт агрессии, но в скором времени такая угроза может появиться. Разве враг сейчас — не террористическая группировка исламского государства? Конечно, важно предотвратить гибель мирных жителей в восточной части Алеппо и других районах Сирии. Однако главная цель в том, чтобы победить исламское государство. В речи Йенса Столтенберга мы об этом ничего не услышали. В речи Йенса Столтенберга мы об этом говорим.